Наверняка при просмотре любимых фильмов и сериалов вы испытывали желание оказаться на месте событий. В сегодняшнем выпуске мы отправимся не просто в путешествие по замкам, а по замкам, которые засветились в тех или иных известных кинокартинах. Мы узнаем историю немецкого замка Neusch-Wandstein, ставшего символом мультфильмов Disney, в котором еще и снимались различные кинокартины. Отправимся на место боя Чудо-женщины и Ореса, увидим замок, в котором учились Уэнсдей и Энит. Замок Neusch-Wandstein в немецкой Баварии использовался в качестве места съемок нескольких фильмов о короле Баварии Людвике II, который заказал строительство замка в XIX веке. Одним из самых известных фильмов, снятых в этом замке, является биографический фильм «Людвиг» 1972 года режиссера Лукино Висконти. Фильм рассказывает о жизни короля Людвига II и его отношениях с композитором Рихардом. Вагнером и включает несколько сцен, снятых на территории замка Neusch-Wandstein. Богато украшенный интерьер и экстерьер замка и его величественные залы, изысканная мебель и потрясающие виды на окружающий пейзаж, способствовали созданию роскошной и захватывающей атмосферы фильма. Помимо того, что замок Neusch-Wandstein используется в качестве места съемок, он также является популярным туристическим направлением, привлекающим посетителей со всего мира, которые очарованы его историей, архитектурой и ассоциацией с королем Людвигом II. Замок Neusch-Wandstein в Баварии иногда называют замком Диснея, из-за его сходства с культовым замком с логотипом Дисней и его использования в качестве модели для нескольких замков тематического парка Дисней. Сам Уолт Дисней посетил замок Neusch-Wandstein в 1950-х годах и был вдохновлен его сказочным видом и богатой историей. Дизайн замка оказал ключевое влияние на разработку замка спящей красавицы в Диснейленде в Калифорнии, который открылся в 1955 году и стал символом бренда Дисней. С тех пор замок Neusch-Wandstein использовался в качестве модели для других замков тематического парка Дисней, включая замок Золушки в Walt Disney World во Флориде и заколдованный сказочный замок в Шанхайском Диснейленде в Китае. Романтический и живописный внешний вид замка сделал его популярным местом для поклонников Диснея и он продолжает привлекать посетителей со всего мира, которых привлекает его чарующая атмосфера и культурное значение. Монсен-Мишель – историческая островная коммуна во французской Нормандии. Использовалась в качестве места съемок нескольких фильмов и телевизионных шоу, включая популярный сериал «Викинги» и фильм «Кредо-убийцы». В «Викингах» Монсен-Мишель служит местом нападения флота викингов на французский город Париж в четвертом сезоне. Живописные пейзажи острова и средневековая архитектура создали драматический атмосферный фон для эпических батальных сцен шоу с его извилистыми улочками, высокими стенами и внушительным аббатством, создающими захватывающие ощущения времени и места. Аналогичным образом Монсен-Мишель использовался в качестве места съемок экранизации популярной видеоигры «Кредо-убийцы». 2016 года культовое аббатство острова использовалось в качестве дублера штаб-квартиры рыцарей-тамплиеров, секретного ордена воинов, которые играют ключевую роль в сюжетной линии игры. Также считается, что замок стал прототипом замка Рапунцель из диснеевского мультфильма. Да и в целом замок и его окрестности часто вдохновляли создателей кино, мультфильмов и писателей. Образ города, например, был взят за основу при проектировании города Минастирит в кинотрилогии «Властелин колец» Питера Джексона. Остров же был использован в качестве прототипа базы и основного места действия в первом сезоне аниме «Strike Witches». А теперь отправляемся в замок Пьерфон. Он был первоначально построен в XIV веке, но позже в XVII полностью разрушен. За его реконструкцию в XIX столетии возьмется французский архитектор Виоле Ле Дюкам. Впечатляющая средневековая архитектура замка и хорошо сохранившиеся черты сделали его идеальным местом съемок сериала BBC «Мерлин», действие которого происходило в мифическом средневековом королевстве. В сериале «Шато де Пьерфон» использовался в качестве вымышленного замка Камелот, который был резиденцией короля Артура и местом действия многих важных сцен сериала. Как уже я сказал, история замка восходит к XIV веку, когда он был впервые построен как крепость герцогом Луи Орлеанским. На протяжении многих лет замок претерпел несколько реконструкций и расширений при разных владельцах, включая короля Людовика XIII. В XIX веке замок лежал в руинах, пока французский архитектор не начал масштабный проект реставрации, чтобы превратить его в величественную резиденцию. Замок Пьерфон известен своим впечатляющим архитектурным стилем готики и ренессанса с башнями, турелями и зубчатыми стенами, типичными для средневековых замков. В замке также находится музей, в котором представлена коллекция артефактов и средневекового оружия. А вот террасу бесконечности на вилле Чимброне в Равелло многие туристы называют самым красивым местом на земле. С нее открывается захватывающий вид на морское побережье. В фильме «Чудо-женщина» хорошо видны мраморные бюсты XVIII века. Сама вилла была построена в XI веке, поэтому древняя архитектура стала прекрасным домом для амазонок. Вилла Чимброне датируется XI веком, когда она была построена как частная резиденция для одной из итальянских семей богачей. На протяжении веков вилла претерпела несколько реконструкций и расширений при разных владельцев, включая английского аристократа Эрнеста Уильяма Беккета, который купил виллу в начале XX века. Под управлением Беккета вилла была преобразована в великолепную резиденцию с потрясающими садами, которые считаются одними из самых красивых в Италии. Вилла также включает в себя отель, который предлагает роскошные номера в самом сердце побережья Амальфи. Другой итальянской достопримечательностью, которая попала в кадры фильма о «Чудо-женщине», стал замок Кастель-дель-Монте. Несколько сцен из фильма были сняты в замке, включая финальную битву между «Чудо-женщиной» и «Аресом» – богом войны. Замок Кастель-Монте был построен в XIII веке императором Священной Римской империи Фридрихом II, который был известен своей любовью к архитектуре и искусству. Уникальная восьмиугольная форма замка представляет собой смесь романского, готического и византийского архитектурных стилей и считается одним из самых важных примеров средневековой архитектуры в Европе. Несмотря на свое изначально военное назначение, замок также украшен замысловатой резьбой, красочными фресками и другими декоративными элементами, которые отражают страсть Фридриха к искусству и культуре. Замок Дель-Монте использовался как военная крепость до XVI века, а позже служил резиденцией различных итальянских дворян и правителей. Замок Дель-Монте был объявлен объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году и в настоящее время открыт для публики как музей и туристическая достопримечательность. Из Италии давайте с вами перенесемся в Англию. Замок Алник является одним из крупнейших населенных замков в Англии, с более чем 700-летней историей и потрясающим разнообразием архитектурных стилей. Замок был родовым домом семьи Персии более 700 лет и использовался семьей в качестве резиденции, военной крепости и культурного центра. Замок использовался в качестве места съемок нескольких сцен из серии фильмов «Гарри Поттер», включая культовую сцену, где Гарри и его одноклассники учатся летать на метлах на территории школы Хогвартс. Алник также использовался в качестве места съемок популярного телешоу «Аббатство Даунтон», где было снято несколько сцен, действие которых происходило в большом загородном поместье. Замок Алник также является популярной туристической достопримечательностью, предлагающей посетителям познакомиться с богатой историей и культурным наследием замка. В замке хранится множество исторических артефактов и экспонатов, включая доспехи, антикварную мебель, а также редкие книги и рукописи. Обширные сады и прилегающая территория замка также является популярной достопримечательностью с фонтанами, скульптурами, лабиринтом. Замок Алник был признан национально-исторической достопримечательностью Великобритании и считается одной из самых важных достопримечательностей в Нортумберландии. Из Англии мы перенесемся в Ирландию. Замок Борт. Он является собственностью национального фонда, в котором есть два отдельных дома XVIII века. Один в георгианском стиле, а другой в готическом, а также обширные сады, фермерский двор и озеро. Замок и прилегающая к нему территория использовались в качестве места съемок многих сцен, действия которых происходило на севере Вестероса, включая Винтерфелл, родовое гнездо семьи Старков, и другие локации, такие как лагерь Роба Старка, внутренний двор Черного замка и место проведения Красной свадьбы. Замок Борт был выбран в качестве места съемок Игры Престолов из-за его потрясающей природной красоты и исторической архитектуры, которые послужили идеальным фоном для средневекового фэнтезийного фильма. Помимо того, что замок является популярным местом для съемок, замок Ворт также является популярной туристической достопримечательностью, предлагая посетителям возможность осмотреть все многочисленные комнаты, сады и прилегающую территорию замка, а также узнать о его истории и значении в культуре Северной Ирландии. В замке представлен целый ряд исторических артефактов и экспонатов, включая антикварную мебель, произведения искусства и декоративные предметы. Окружающие сады и территория замка Ворт также являются популярной достопримечательностью с широким ассортиментом растений, цветов и деревьев, а также живописными прогулками и пешеходными тропами, с которых открывается потрясающий вид на окружающую загородную местность. Еще один замок, куда мы с вами отправимся, находится в Европе, в Румынии, и он значительно моложе тех, о которых я вам рассказал ранее. Был использован в сериале «Уэнздэй», который стал новым хитом Netflix. Он сыграл роль академии «Невермор», где учится главная героиня Уэнздэй Адамс. Построен он был в начале 20 века принцем Георгия Григория Кантакузино, румынским политиком и членом королевской семьи страны. Дизайн замка был вдохновлен стилем французского ренессанса, и он отличался потрясающим множеством архитектурных деталей, включая богато украшенные фасады, замысловатую каменную кладку и величественный вестибюль с широкой лестницей. Замок использовался семьей Кантакузино в качестве резиденции до середины 20 века, когда он был национализирован румынским правительством, и после будет использован как музей и санаторий. В последние годы замок был отреставрирован и открыт для публики, предлагая посетителям возможность осмотреть его многочисленные помещения, узнать о его богатой истории и культурном значении. Как ни странно, но замок Кантакузино также является популярным местом для проведения свадеб и других особых мероприятий, предлагая потрясающий фон для пар, желающих связать себя узами брака в историческом и живописном месте. В интерьере замка представлен целый ряд исторических артефактов и экспонатов, включая антикварную мебель, произведения искусства и декоративные предметы. Друзья, если вам понравилось это видео, жду заслуженный лайк. Также рекомендую посмотреть мой обзор на Шильонский замок прямо из Швейцарии. И, конечно, не забывайте, что у меня есть второй канал про зарубежное образование, Смапс Эдюкейшн. Там я рассказываю о возможностях учебы и переезда за границу, и разные интересные истории о крупных компаниях и известных людях, которые меняли мир. Если вы в будущем хотите учиться за границей, работать в крупной компании, зарабатывать много денег, то обязательно рекомендую подписаться на этот канал. Субтитры создавал DimaTorzok